Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН, канале на котором каждый день есть что посмотреть по танкам. Если вы хотите быть в курсе всего, что происходит в нашей игре, подписывайтесь на канал, потому что именно на этом канале я выставляю анонсы, обсуждаю все новости, делюсь с вами бонус-кодами, прокручиваю вместе с вами рулетки, ну и конечно же открываю контейнеры. Плюс к тому, делаю обзоры на старые и новые танки, а новые танки, публикую обзоры на них буквально через 2-3 минуты после того, как танки официально появляются в игре. Поэтому еще раз повторюсь, вам стоит подписаться на данный канал, если хотите быть в курсе всего и прожать на колокольчик, чтобы не пропускать уведомления. Ну а в данном конкретном видео мы с вами обсудим розыгрыш на Супер Конкуайра и данная машина всем известна, я думаю, что останавливаться на том, что она собой представляет, смысла абсолютно никакого нет. Стоит только отметить, что по данной машине планируется ребаланс, ну и соответственно, если хотите узнать, что конкретно в ней поменяется, посмотрите видео на моем канале, которое я недавно опубликовал в отношении изменений технических характеристик по всем машинам, которые разработчики пытаются в ближайшее время сделать лучше, ну а для кого-то сделать хуже. Итак, ребят, в отношении рулетки, стоимость рулетки, я бы сказал, не сильно маленькая, за 20 прокрутов вы отдадите 26230 голды. Здесь в рулеточке есть как сама машина, так и ее легендарный внешний вид Рекс, ну и соответственно, на два последних прокрута мы откидываем легендарный внешний вид машину, соответственно, если заберете до 18 прокрута включительно, то тачка обойдется вам в 20650. Что в целом, я бы сказал, немножко дороговато, но скорее всего там вы получите еще контейнеры, ну а значит с натяжкой можно сказать, что ну допустимо. В отношении 19 прокрутов здесь, ребят, 23342 золотых, что тоже, кстати, дороговато для данной тачки, если возьмете ее без легендарного внешнего вида, а с контейнером ничего вам не упадет. Стоит отметить, что здесь положили новый контейнер на камуфляже для тяжелых танков, здесь собраны самые популярные внешние виды для самых популярных коллекционных либо премиумных машин в нашей игре, как видите, есть внешний вид, допустим, для пираньи, есть внешний вид даже для кранвагна проходного, ну и в целом для многих машин, которые действительно пользуются популярностью в нашей игре. В отношении того, что вот это такое, это, ребят, значок, и эти значки нам надо будет собирать, начиная с 3 сентября, событие стартует буквально через пару часов и продлится до 24 сентября, то есть весь сентябрь мы будем играть на разного типа танках для того, чтобы зарабатывать эти значки. Данные значки предназначены для того, чтобы прокачивать себе линейку по тяжелым танкам, только не сами тяжелые танки, а именно в самом игровом событии. Надо будет играть в этом игровом событии на тяжелых танках, ПТшках и на танках средних либо легких, их соединили в один пул. Так вот, ребят, играя в этом игровом событии, можно будет заработать какие-то там дополнительные награды, что это конкретно будет, точно неизвестно, но есть предположение и наколочка по поводу того, что там можно будет забрать себе танчик. Ну а так это или нет, посмотрим буквально через пару часов и в отдельном видео обязательно обсудим полностью, как проходить данное игровое событие, ну и, соответственно, чего это будет нам стоить по нервам, силам, ну и, соответственно, по нашему времени. Моя задача покрутить данную рулетку для того, чтобы забрать себе вот эти значки. Супер конь у меня есть, легендарный внешний вид навряд ли мне выпадет, но и в отношении шансов. В отношении супер коня 0,008, 8 тысячных, правильно я понимаю, мне кажется, шансы крайне маленькие и болтаются ниже плинтуса. В отношении внешнего вида 0,33 и да, чисто номинально контейнер с атрибутом ангара 0,18. Но я сомневаюсь, что легендарный внешний вид на танк выпадет раньше, нежели контейнер с атрибутом ангара. Ну а там сейчас посмотрим, к чему это приведет. Поехали, друзья. Начинаем прокручивать 58 голды. Я, наверное, даже буду скипать и вот вам, пожалуйста, с вероятностью, по-моему, 20% выпадает 10 вот этих значков. Забираем. И, кстати, забыл сказать по поводу того, что играть надо будет не только на тяжелых танках изначально, а, скорее всего, и на ПТшках, и на легких. И плюс к тому стоит отметить, что в зависимости от того, на какого уровня танки вы будете играть, от этого зависит, сколько значков вы будете получать. За победы на танках с 5 по 7 уровень будете получать 3 таких значка, а за победу на танках 8-10 уровня будете получать целых 5 таких значков. Стоит отметить, что будете получать по одному значку даже за поражение. Но к этому вернемся, как я уже говорил, немножечко позже. Шансы выпадения значков 18%, то есть изначально там было немножко меньше. Ну да ладно, если открутите видео назад, посмотрите, какие были шансы изначальные, хотя я не думаю, что они сильно поменялись. Крутим. Что получаем? Получаем x3 в количестве 10 штук. 188 голды. Тут даже интересно, много ли золота мне придется слить для того, чтобы забрать все эти значочки. Не знаю, честно не знаю. Может я глупость совершаю, и я бы вам рекомендовал крутить данную рулетку конкретно ради значков, допустим, если вы планируете их собирать, тогда, когда событие стартанет, и мы будем все точно знать, что конкретно за эти значки мы получим. Но я решил запасаться наперед, да и плюс к тому, хочу как можно быстрее выставить видео в отношении самой рулетки, и мало ли, может мне сейчас супер конь выпадет. Нет, ребят, забираю все значки. В целом, можно сказать, что для меня рулетка закончилась. Все остальное меня интересует крайне мало. Всего лишь три контейнера, собери их все, да и те будут выпадать по одной штучке. То же самое касается контейнеров бомбических. И стоит, кстати, отметить, что контейнеры бомбические имеют крайне низкий шанс по выпадению. С высокой долей вероятности сейчас позабираю себе контейнеры в песочницу, от которых меня уже немножко подташнивает из-за их негодности. Ну и в отношении контейнеров, собери их все, как я говорил, там всего лишь по одному конту, но вероятность целых 36%. Давайте поставим себе какой-нибудь рубеж, дальше которого идти не буду. Давайте еще несколько прокрутов сделаем так, чтобы просто дальше в будущем голду не сливать в унитаз. Я пытаюсь все-таки золото экономить. Знаю цену каждой золотой монеты, поэтому не готов в эту рулетку вваливать большое количество золота. Просто понимая, что для меня это будет выход в минус, причем в существенный. Что я забираю? Я забираю 1000 голды, потому что было собрано талисманов у меня, 6 штучек, но и как раз 7-го не хватало. Можно сказать, практически окупился. 888 золотых монет. Хотелось бы легендарный внешний вид забрать, конечно, чисто из принципа. У меня его нет, стоит он 2550. Контейнер в песочницу. Как вам один контейнер в песочницу за 888 золотых монет? Пишите в комментариях, насколько была глупой данная трата золота с моей стороны. Крутим, крутим рулеточку, скорее всего, последний раз. И получаем, получаем x10 в количестве 3 штук. Мне кажется, что косарь голды, это все-таки дороговато для такой покупки. Ну что, последний прокрут, чисто ради интереса. Понимаю, что, скорее всего, вот эта вот фигня мне выпадет. Контейнер с анимированным аватаром. Интересно, получу действительно аватар за 1088 золота или дадут что-то другое? Собери их все! Да лучше бы я доложил 500 голды и приобрел себе целых 3 таких контейнера, а не один. Но и здесь у нас большое ничего. Большое ничего за 1000 с копейками золота. Ребят, реальные шансы выпадения из этой рулетки я вам, в принципе, показал. Идти дальше не вижу никакого смысла. За супер коня получу компенсацию 7500, в моем случае это не вариант. В отношении контейнеров собери их все, по такой цене абсолютно неинтересно. Атрибут ангара не нужен. Контейнер бомбический, с шансом 2%, скорее всего, сейчас не выпадет. То же самое касается британских контейнеров 3,3%, ну окей, хорошо, 3,4%, что не улучшает ситуацию. Контейнер с анимированным аватаром. Вот эта гадость выпадет однозначно. Даже несмотря на то, что на тот же самый собери их все, шансы гораздо выше. Я бы сказал, в разы. Ну а что касается контейнера с камуфляжом и контейнера в песочницу, то спасибо не надо мне в песочницу одного контейнера по такой стоимости, а контейнер с внешними видами. Да я лучше внешний вид просто себе на тачку куплю, добавив, но буду знать, что гарантом ее забираю. Ну а в отношении внешнего вида Rex 1,46% тоже дороговато платить 1188 золота за этот прокрут, надеясь, что он выпадет. Лучше тогда уж точно дождаться скидки 50% на внешние виды к какому-нибудь праздничному дню на ВГ, ну и соответственно купить его, ну пускай за 1300-1400, но гарантом забрать его просто из магазина и надеть себе на тачку. Вот такая вот рулеточка, вот такой вот интересный новый значок в нашей игре и такие интересные новые контейнеры на внешние виды. Пишите свое впечатление по данной рулетке, по танку, обязательно посмотрите к чему приведет ребаланс, который запланирован, посмотрев соответствующее видео, ссылочку положу в описании. Мира вам, друзья мои, обязательно спокойствия. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok